9 августа состоялось заседание членов правления Зарайского отделения Всероссийской организации «Боевое братство». На этом мероприятии присутствовал заместитель главы администрации городского округа Зарайск по безопасности Сергей Москалев. Здесь подвели итоги июля и обсудили планы на текущий месяц. Зарайское боевое братство является одним из лидеров патриотического воспитания молодежи в Московском областном отделении. Работа зарайцев в этом направлении отмечена многочисленными грамотами и благодарностями. Среди них есть награды от председателя Всероссийской организации «Боевое братство» героя Советского Союза Бориса Громова. 10 августа члены правления встретились снова, чтобы почтить память нашего земляка Алексея Живоронкова. Ровно 25 лет назад он погиб в Чеченской республике. На мероприятии присутствовали и родители героя. Они также почтили память своего сына. 10 августа 1996 года Алексей погиб в Чеченской республике при налете и атаке боевиков от разрыва мины. По сложившейся традиции, в дни гибели наших ребят мы проводим Дни памяти. И всегда мы собираемся, ветераны Зарайского боевого братства, у мест захоронения, у стены памяти, у нашего памятника, чтобы почтить их память и возложить цветы. В нашем муниципалитете подобные мероприятия проводятся регулярно. 12 августа, в День военно-воздушных сил России, члены Зарайского боевого братства почтут память погибших летчиков. Вы знаете, вот эти памятные мероприятия, к которым мы сейчас приняли участие, они очень важны. В первую очередь для молодежи, которая подрастает, чтобы помнили своих героев, не только Великой Отечественной войны, но и наших локальных войск, войн. Вот. Хочется, чтобы этого происходило поменьше, но при всем при этом ребята погибли за нашу Родину, за то, чтобы у нас всегда было все хорошо, спокойно, в Дань памяти. Мы будем продолжать вот это вот наше мероприятие, традиции, пускай они печальные, а мы будем это делать и чтить их память. Алена Непша, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.